Сегодня поговорим с вами о тактическом назначении уклона. Технику уклона мы разбирали часто и есть отдельный урок, посвященный защите. Вот сегодня о тактическом назначении. Четыре тактические назначения у меня получилось. Первое назначение мы с уклона можем готовить атаку. То есть мы к сопернику идем не прямолинейно, а мы делаем некий замах, который мы постоянно подерживаем, где-то раскачиваем. Соответственно, должен идти какой-то оптический замах. В таком возле у соперника либо провоцируем какое-то действие, либо сближаемся, либо готовим какой-то удар. То есть для начала входа к сопернику мы можем делать такой вот вариант хитнику, когда оптический уклон подсели и после этого начинаем работать. Вот первый вариант назначения уклона. Второй вариант назначения уклона заключается в том, что мы уходим с линии атаке. То есть, когда я пробиваю два удара, правый прямой, левый прямой, правый, левый соперник. Он торговал, я после каждой серии обязательно защищаюсь. Ну, как вариант, нам нужно защищаться уклоном. Еще раз. Раз, два. И всегда мы делаем уклон, не зависимо от того, соперник бьет или не бьет, мы готовим уже тело к работе. Сейчас наоборот левый, правый, правый. Раз, два. То есть второй вариант назначения уклона мы, соответственно, защищаемся после серии. Следующий элемент. Это тактическая связка между всеми ударами. То есть, когда мы будем в серии медных ударов. Сейчас буду пить правый прямой, левый прямой. Углон по правой и возвращаем левый, правый. То есть, вот он является тактической связкой. Раз, два. Углон. То есть, некая картическая связка между двумя сериями. Углоны могут быть разные. То есть, углон может быть глубокий. Например, я по правой руке когда заряжаюсь, сажусь. Я выражено глубоко заряжаюсь. Здесь для того, чтобы акцентированно мощно пробить какой-то удар. И вот он может быть коротким. Например, подлевый прямой, я могу делать только небольшие движения, чтобы просто фактически убрать голову в степени атаки. И тем самым просто ввести голову от соперника.